А в детском садике вы были зайчиками, лисичками? Были зайчиками и лисичками? Конечно, были. На сцене манекены с мужскими и женскими костюмами. На их примере старость ансамбля русской песни «Калинушка» Валентина Журавлёва рассказала об истории и деталях национальной одежды русского народа. Она сама участвовала в создании ряда костюмов для выступления коллектива. По одежде можно было догадаться, откуда этот человек, где он живёт. Идёт женщина, коромысло на плече, воду несёт. А по её наряду можно было понять, замуж не она или нет. Даже можно было догадаться, сколько у неё детей. Просветительский час о русском костюме стал первым в ряде мероприятий о традициях в одежде народности, проживающих в Бавлинском районе. Цель, чтобы вернуться к истокам, вернуться к корням и показать костюмы как произведения искусства, что они несли, например, какой узор, что означает цвет, какой преобладал в костюме. В ходе выступления Валентина Журавлёва задавала вопрос о названиях деталей и истории русского костюма в сидящем зале. Активно отвечали, подтверждая хорошее знание истории своего народа и старшее поколение, и юные зрители. Особенно ярким моментом встречи стало театрализованное представление «Пришла каледа» от артистов Крымсарайского сельского дома культуры. Дети исполнили калядные песни, присказки, заглички, прославляя каледу. В завершение все присутствующие закатали желания и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажигали звезды на рождественском венке дружбы. Мне очень понравилось, что сегодня рассказывали про символы русских народных костюмов. Как танцевали, как пели каледу, как делали какие-то сцены. Мне очень понравились танцы, как они танцевали. Песни очень народные, понравились. В течение года подобные мероприятия планируются по чувашским, татарским и удмуртским национальным костюмам. Мария Кандаурова, Артем Артемьев, Берты.